Дорогие коллеги, ну я не визитый. Вы рождаете академию. Конечно. У вас большая миссия. Ну, во-первых, Филипп Петрович говорил про военмех. Я хочу поздравить всех своих коллег. Вчера был день ракетной поиска ателлели. И я сам по профессии подводник баллистик. Баллистическим оружием занимался. С лейтенанта до трехзвездного адмирала. Сейчас по академии этим делом занимаюсь. Поэтому те выпускники военмеха, гражданский персонал, которые нам помогали эксплуатировать, осваивать новые ракетные комплексы морского базирования, я их не знаю, поэтому и желаю здравствовать военмеху в процветании и готовить на клизу. Хотя, надо сказать, что та система сервисного оборудования, которая была раньше в Советском Союзе, потом создана и потом продолжалась в России, предыдущим министром обороны, она, к сожалению, поставлена в крест. Но предприятия, которые занимаются морским подводным оружием, я имею в виду государственные ракеты, центры других предприятий, в общем-то они соклонились и к специалистам, и потому что вы знаете, оружие очень серьезное, и эксплуатировать его очень трудно, и поэтому без вашей помощи этим делом никак не заняться. Я не слышал всех выступлений, я хочу сказать, что я прибыл сейчас в военно-морской академии, идет четвертая научно-практическая конференция по другому командующему новскому флотам, там присутствует 562 человека, я называю конкретную цифру, это руководители всех предприятий оборонно-промышленного комплекса, которые отвечают за гособоронзаказ, который занимается всеми этими делами. Ну, такой пессимистический доклад Юрия Петровича, я хочу сказать, что у нас там тоже много таких докладов, руководитель заказчика, то есть военно-морской флот, приостанавливал, ну, не приостановил, задал вопросы, значит, и сейчас будет определенный анализ, который тоже самое будет сделан в отчетах этой конференции, потому что многих приходили, занимались, значит, рекламой, маркетингом, тому же самое, а на те вопросы, которые даже вы знаете, которые, значит, публикуются в прессе, значит, на ответов это не было. Я к чему говорю по поводу длительного сроков водостроя, надводных кораблей, подводных водок, вот говоря по подводной водке, все вы знаете, такое серьезное предприятие, как все ваши предприятия, все ваши предприятия, у него рекорд был, рекорд был, сейчас мы вот Борей строили энное количество лет, от головной... С 97-го года до 2000-го. Да, 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 говорю, чтобы уже конкретно. Вот, а рекорд всем вашим предприятиям, они сдавали 11 атомных подводных лодок в год. Там вот этот 50-й цех, если кто там был, для него слышал, там стояли две нитки, и четыре ракетных подводных крейсера стояли, элементы, значит, вот такой был масштаб производства. Поэтому, вот эта четвертая научно-практическая конференция, по ней будут сделаны определенные, говорится, выводы, будут доложены, значит, высшему, говорится, военно-политическому руководству, но, к сожалению, в гособоронзаказе, в выполнении гособоронзаказа не все так хорошо, как хотелось бы нам, тем людям, которые, значит, просто эксплуатируют эту технику. Хотя, надо сказать, что за последние годы обстановка немножко поменялась, все-таки пошли новые корабли, и надборные корабли, и новые подборные лодки, потому что делаться некуда. Значит, вот политическая обстановка в мире такова, что надо каким-то образом, даже смотря на вот эти вот печальные графики, которые сегодня были продемонстрированы, такие убедительные, надо где-то искать деньги для того, чтобы нам не сели вот на это место и не делали всякие неприятные вещи. Поэтому вот так. Но я пришел, и поэтому я пришел поздравить, поскольку меня познакомили мои коллеги в Академии с Игорем Федоровичем, поэтому я пришел от души и искренне поздравить его и назвать его коллегой. Я не занимаюсь так, как он, глобалистикой, геополитикой, но поскольку с лейтенанта, как я вам сказал, на Северном флоте до командующего флота, прошел вот на, прослужил на атомных подводных флотках, используя баллистическое оружие, морские стратегические и азерные силы, а это тот инструмент, который влияет на геополитику. Поэтому я скромно хочу попытаться быть вашим коллегой. Ну и мудрые слова, и очень хорошие от имени педагогов и профилактического состава военно-морской академии здесь написаны, вот для истории останутся. Ну а вот думал, что подарить. Ну и вот такое мне понравилось, поэтому я покажу. История государства российского и ордена, копии, вернее, орденов государства российского. А вот здесь вот, это самое, здесь описание тонок, почему награждали, как награждали, сколько орденов было выучено, сколько они тогда стоили, какие люди были награждены, все очень интересно, и подробно написали. Спасибо большое. Относите. Дорогие счастья, выдачи творческих успехов. Военно-морская академия всегда двери открыты. И творческого взаимодействия. Да, обязательно. Дело в том, что Николай Михайлович меня познакомил с очень интересным человеком, с немецкой Николая Герасимовича Кузнецова, который работает в Москве, в Курчатовском научном центре. Директор музея Курчатова. Директор дома музея Курчатова Игоря Васильевича. Я был в Нью-Йорк, когда я обручал журнал, который мне Николай Михайлович спросил, пропубликовал статью воспоминаний о Николая Герасимовича Кузнецове. И в продолжении, как говорится, следует, мы с ней рубежом в контакте. Спасибо большое, что такой круг научный, кстати говоря, под крылом, мне говорит, журнала, где оборитет и безопасность, находится. И она передала, кстати, это дойдет отражение в своей новой книге. И, как кажется, кроме воспоминаний накануне Николая Герасимовича Кузнецова и других книг, которые известны широкому, кажется, кругу читателей, в том числе специалистов, оказывается, еще очень много неопубликованных таких самых работ, его записок, которые находятся у нее дома. И вот, очень серьезные воспоминания, которые касаются и нашего нынешнего времени, кто внимательно следил в интернете, значит, Игорь Александрович, вы обратили внимание, по организации сейчас округов и флотов, кто подчинен главнокомандующему и так далее. Поэтому вот эти моменты Николай Герасимович еще исследовал, когда был знакомым военно-морского плота. И вот мы, как говорится, история, она повторяется, и вот мы опять наступаем на те же грабли, на которые наступали в начале войны, в начальный период войны, во время войны и так далее. Потому что там тоже была и в начальный период войны неразберика в организации управления военно-морским плотом, и он шел на швой страх для того, чтобы привести военно-морской флот в то состояние, чтобы война его не достала врагов. Но выводов, к сожалению, таких вот радикальных сделано не было. Вот эти вот записки, сейчас они будут опубликованы в книге, в двухтомнике, они говорят, дальше люди ссоры, значит, и дальше мы с ним будем взаимодействовать. Замечательный человек, доктор исторических наук, Анна Ганна. Прекрасная книга, она подарила мне, очень малое издание, это воспоминания, письма, заметки самого Игоря Васильевича, это впервые, очень изданно, помимо научных трудов, там был, ну, открытый, Игоря Васильевича. Вот эти воспоминания и письма. Сейчас там заметки о его встрече со Сталином в январе 1946 года, где Шварич как раз строил создание атомного Читатки Горида. Очень интересная работа, она у нас такая-то не имеется, и в 45-й аудитории мы теперь же посмотрим. И когда мы это все, все. Можно вам вопрос любопытно? Вот я знаю, что американские президенты, они знали каждого лично командира атомной подводной лодки. И ежегодная. Он для него приглашал к себе домой на дачу. Устраивал ему прием каждому. Каждый год он прием. Их было там 12 или 14 штук. Как у нас обстоятельства? Да, у нас обстоятельства так. Когда пришел новый президент Борис Николаевич Ельцин, это не там, это быт, это не пайка, это быт. Я тогда был не командиром дивизии, при нем я уже принесал командиром стратегической дивизии 31-го, Гаджиева, а тогда был командиром подводной лодки. И этому самому доложили Ельцину Борис Николаевич, вот вы тут, потому что это ваше, вы лично управляете ядерными силами, это ваше древогатива, вот у американцев так, как вы сказали. Он говорит, да, я тогда тоже хочу, но у нас ведь очень много, вот на тот момент, когда я вот это самое флотом командовал, 81-го, 61-го, тогда была подводная лодка, атомная, только я не говорю про дизельную, но там подумали его, они говорят, ну, это, это, наговато, давайте, хотя бы с командирами дивизии встретимся, он говорит, ну, ладно, всех не прокормите, собрали всех командиров дивизии, поместили, приехали назад в столицу, значит, ждали день, ждали два, ждали три, ждали неделю, который Борис Николаевич водку пил, короче, он так с ними и не встретился, они все там пообщались, значит, в Москве, и потом, значит, разъехались, познакомили, Владимир Владимирович, Путин, значит, явно был, он, в те свои сроки, значит, явно был на дне рождения, лично, он тогда приглашал с супругами, вот, Медведев, значит, будучи президентом, тогда, он приглашал, сделал, делал мальчишник, поэтому я тоже, у него был на дне рождения, премьер, то есть, вот так они, в общем-то, к людям вот такой профессии, они относились, ну, а сейчас пока как-то, вот это самое, хотя, с президентом, в нынешнем, в море выходил, помните, все эти вот дела, наверное, на карьере, поэтому, так там, тоже, общались, общались. Желаю вам успехов, возьмем вам вашу успехов, а также. Продолжаем нашу конференцию, и слово предоставляется Бородой Василхан Анатольевичу, доктор философских наук, правительство, студета социологии, СППДУ, закладывает идентитарные и ментальные процессы в условиях цифровых цифровых зонах по границам. Приготовиться к укривой ментальцам. Дис ADAMINE. Спасибо. 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 Уважаемые коллеги, мне очень приятно быть сегодня на этой конференции. Вообще, военных я, если вы, в детстве, в юг, в детстве, знал ребенок, будучи ребенком на берегу Байкала, я уже знал, что нет ребенка в таких странах. С тех пор, в вашем сети, в вашем листе, у меня большая позиция, 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 позиция. Тема моего выступления назвали «Настоящие время». Вы знаете, ГЭП, политические, сетевые коммуникации, глобалистика конструирует новые формы сферы пограничья, углубляет внимание по-зраничному факту, фактору, вместо цивилизационного культурного диалога, способно отображать видов, включая вещественные аспекты. Это очень сложный и интересный процесс, который мы наблюдаем сегодня. При этом особо понимание теряет цивилизационное взаимодействие, цивилизационное поле пограничья, или, как некоторые говорят, цивилизационного концепта этого процесса. На это оказали, вы знаете, многие реальные факты и исследования ученых, поиск ученых в нашей стране и в рубежон. Мы, например, эту тему особенно активно в последние годы актуализировали американский ученый Хантингтон, говоря о вещественных партнерских конфликтах, пытаясь снять другие аспекты, другие формы взаимодействия. Он упреждает, что сегодня нации государственные и идеологические границы теряют свое значение, приобретают особые цивилизационные границы, то есть контролируются новые типы пограничья, связанные с основным понятием культуры, религии, ментальности, идентичности и т.д. То есть некими культурными факторами. Культурными факторами в этом нужно поместить новую межпосударственную и межэтическую гандацию по этим признакам. При этом мы знаем, что он придерживается при определении, что такое цивилизация, позиции в основном, и он определяет цивилизация как культурное общество наиболее высшего ранга, как самый широкий уровень культурной идентичности людей. И цивилизационная логика не снимает, он утверждает, что вместо тем, приобретая наиболее наиболее значение, не снимает нацио-государственную, этнокультурную и территориальную форму общести. И рассказывает идею, что между ними наступает в новых условиях некий конфликт, и возникает некий социальный политический риск. Цивилизационная концепция геополитики стала сегодня особенно актуальной, если уточнить, что было сказано. Следующие моменты. Во-первых, я уже говорил, глобализация. Процесс идёт, это действительно международный процесс, я объяснять здесь в этом дале не буду. Этот процесс возникает различное состояние диалога, непонимания на матерях ограничений, особенно имея в виду на основе социокультурных разных других маркеров, включая, в конце концов, политические, экономические и так далее. Во-вторых, тем, что в последнее время, особенно сейчас уже в последние годы, с унижением политических конфликтов, политического противостояния, некоторые говорят, с из-за окончания холодной войны, которые, к сожалению, сегодня членов Евгии, эти новые формы развлекторения. Эти границы, эти факторы, фактор, ну, например, снизил некое национальное государственное размежевание между народными территориями и имеется инвестицию возвышения культурно-уходных, цивилизационных факторов, тех факторов, о которых я уже говорил. Ну, в-третьих, интернационные и цивилизационные процессы. В частности, можно сказать, назвать пример Европы. Европы. Вы знаете, в 92-м году создан был ЕС, в 99-м году был Единого люка, в 2009-м году Саводский договор, об институции, и так далее, и так далее. Вот это интересное явление, объявление европейских народов, много утверждает, связано, было основано на основе цивилизационной идентичности западной Европы, народов цивилизационной идентичности. Фактически, это была попытка некого европейского образа, европейской культуры, объединения и противопоставления другому миру. И в связи с этим возникли многие эти детальные и другие проблемы. Вот, например, в связи с этим Россия имеет границу с Польшей, но и Европейским Союзом. Здесь возникает проблема, и духовная, и политическая, и много других проблем. С кем мы должны иметь через 2,5 лет контакты с антистрантами? С Польшей или Европейским Союзом, имея в виду, что Польша часть, например, Европейского Союза. И эта ситуация ломает многое понятное в жизни только наших, других стран, но и Европы, и определяет поиск некой новой ментальности, новой философии, новых элементов сознания и так далее. Теперь, знаете, создание Евросоюза — это фактически предложение европейским народам объединения в новой системе самостоятельной государственной культуры, что регулирует то, что каждое государство имело. Через этим возникает очень сложный вопрос, такой интеллектарный ментальный вопрос о образе европейцев. образ европейцев. Образ европейцев в целом и включение в этот образ тех народов, которые пошли в так называемый Евросоюз. И в связи с этим, вы знаете, сегодня возникают различные разные конфликты, поиск, утверждение образа конкретных народов и культуры сохранилось, и в то же время мы видим то, что происходит, например, с общими идеями создания большей культуры, общей государственности, включающей много стран. И вот это европейское новое единство, например, сегодня создаёт у других народов чувство цивилизационных тренингов. Почему, если создать такое единство, почему других регионов не может быть? В частности, в нашей российской обществе поиск евразийского единства. Образ единства. Если где-то некое цивилизационное единство возникает с чёткой организацией, другие тоже пытаются поставить, найти в этой создающейся новой структуре своё место. Цивилизация, цивилизационное пограничие, это идеология, концепт, сегодня превращается вообще в актуальную культурную и политическую проблему не только европейских стран, но и других стран, которые имеют внутренние и внешние моменты. Игорь Бенхангер, наш немецкий учёный, по работе «Расколотый запад», изданной недавно, пишет, например, что народы Европы не хотели настроить сегодня в связи вот этого конфликта, настроить расширить свою национальную идентичность европейского измерения. И он пишет, что этого не состоялось. И состоится ли вообще в будущем? Это очень большая, скажем, гуманитарная тема, проблема. Это движение сегодня создаёт противоречивое цивилизационное пограничие для наций и государств, и для сложности для культурного диалога, дорога для конкретного человека. При этом появляется маргинальное сознание, например, у европейцев, элементы культурной травмы, которые характерны при социальных изменениях, при нарушении правительства и проявлении насилия. Вообще, такое единство, если типа ЕС, цивилизационное единство в своей основной подступе, это есть для других, для других, некое насилие, элемент насилия. В целом, освоение символического цивилизационного пограничения, сегодня процесс уже сложный в современном мире, это определяется некими сложными теоретическими практическими проблемами. Ну, я не буду подробно говорить, я буду подробно лечить. Первое. Во-первых, цивилизационная трактовка, объединение, трактовка, взаимодействие, геолога, при внимательном изучении, подспутно, включает фактор культурной диалогизации, культурного доминирования, доминировать, что мы видим во многих, то, что происходит в современном мире сегодня, и, собственно, элементы противостояния. Во-вторых, ввиду абстрактности понятия цивилизации, сложна ее символическая иконография, хотя эти параметры, многие ученые пытаются маркеры цивилизационные определить, но тем не менее это очень сложно, и в этом, когда люди пытаются, проявляются очень часто четкие, региональные, этнические, глобальные и так далее, и так далее, проявляются претензии. В-третьих, для функционирования цивилизационных концептов важно формирование новой структуры сознания, о чем мы говорили, новой ментальности, новой социокультурной картины мира, картины мира. Сегодня общественное сознание народных индивидов воспользует представление об опыте национальных историй, элементы народной памяти и мифологии, от которых, по-видимому, точно отказываются, наверное, для красоты мира, для многообразия не имеют никакого смысла. Смысла. Через цивилизационный концепт, который сегодня активно в своей глобализации существует, имеет никакого большого смысла. Тот же Хаммер пишет, что национальная, говоря, что не состоялось такого европейского образа, единственные европейцы, напишут, что национальная история и память прорезают в европейскую почву, как биологическое разломы. И в связи с созданием ДС, фактически, он пишет, что в Европе создана очень большая площадка для будущих больших культурных, не социо-политических, а социо-культурных, духовных конфликтов. Так или нет, это вопрос сложный, жизнь, так говорится. Пока же, то, что происходит сегодня, сегодня, мы слышим, видим, читаем, это очень сильно подчеркивается. Сегодня уже, как известно во многих странах, закрылся рентгенский бизнес. Фактически один из принципов Европейского союза, она ушла, то есть, проституционный процесс ушел, не уйти. В четвертых, любая логика, практика, структурное разделение, раций с инвестиционной технологии, как пока формируют основания марганальных полей социо-культурных, с инвестиционных разломов, которые являются факторами глобальных противлений и конфликтов. В четвертых, люди, народы оказывают жертву культурными, цивилизационными уже образованиями, и много, много, аспекты практически в повседневной жизни оказывают, приобретают это социо-культурное и даже политическое значение. Ну вот, конфликт подобный, Турция, сколько 20 лет стремится в ЕС, не принимают, потому что Турция часть структуры исламской цивилизации, еврец, европейцы, это осознают, если произойдет принятие, то пройдет разлом и европейской цивилизации, и исламской, если есть такая цивилизация, происходит разлом. Где окажется Турция? Турция тоже в таких странах должна их стремятся, осознавать будущие последствия, чего часто, по-моему, этого не будет. Проблем активного распространения в северационном концепте современной науке очень много, очень много, говорить долго, многие проблемы описаны в книгах, статьях, уважаемые, Игорь Федоровича, многие знаете, читали, поэтому я желаю еще раз обратиться к нашему Федоровичу. Спасибо. по-настоящему. Спасибо.